Добрый вечер, я очень рад снова всех видеть, мы продолжаем нашу серию уроков по поводу Турай-наука, мы это назвали «Вера и неверия Турай-наука» в учении Раба Кука, и мы сейчас у нас заключительный урок, мы разбираем сейчас урок от Шерки, который тоже как бы подытоживает все взгляды, которые есть на соотношение Турай-науки и также приводит нам мнение учения Раба Кука по этому вопросу. Значит, подытожим то, что мы начали. Мы сказали, что у нас будет проблема, если мы скажем, что Турай-наука, они связаны друг с другом, и у нас также будет проблема, если мы скажем, что Турай-наука, они не связаны друг с другом. Если мы скажем, что Турай-наука, они связаны друг с другом, то нам нужно будет как-то пытаться соотносить то, что у нас написано в Туре с тем, что говорит наука. Либо сказать, что это противоречит друг другому, либо что это соответствует друг другому. И у нас будут серьезные сложности на этих путях. Если мы скажем, что Турай-наука, они не соотносятся никак друг с другом, у нас тоже будет сложность в том, что у нас будет сложность монотеизма. Как единый Всевышний создал одну руку Туру, а другую руку науку, и они совершенно не связаны друг с другом. Мы хотим все связать в конце концов. Мы верим в единого Всевышнего, в то, что у всего есть единый корень. Поэтому оба подхода у них есть сложности. По первому подходу мы сказали, что у нас есть четыре, делятся на четыре части. Два по два. Первые два – это то, что Турай-наука противоречит друг другу. Соответственно, либо Турай – это правда, либо наука – это правда. Вторые два подхода – это то, что Турай-наука соответствуют друг другу. И тогда либо Турай согласна с научной картиной мира, либо наука согласна с картиной мира, изложенной в Турай. Это первая возможность. Вторая возможность – это сказать, что Турай-наука совершенно не соотносятся одно с другим, отвечают на разные вопросы бытья принципиально. Это мы упомянули, что это подход Ришаяу-Леболича. Но тогда у нас будет уже взрослый подход. Но с ним у нас будет опять-таки очень серьезная проблема. Как же так, у нас какие-то явления, которые не связаны совсем друг с другом. И кроме того, что этот подход может быть действительно более взрослым, я не уверен, что он более полезный для человека, его придерживаться просто так. Теперь Раку предлагает подход, похожий на подход Ишау-Леболича, о том, что Турай-наука, они не связаны друг с другом. Но тем не менее, они связаны. Теперь давайте вернемся к уроку. Это значит, я подытожил то, что мы учили до сих пор. Теперь давайте вернемся к тексту. Я напоминаю, мы без перевода переводим по ходу урок Рава Шерки, который подытоживает все выученное нами до сих пор. Мы сказали здесь, что Рав Куку состоит из двух пунктов, что нет связи и что есть связь. Мы сказали, что Турай-наука отвечает на разные вопросы, принципиально разные вопросы. Поэтому их невозможно сравнивать, потому что написано в одном и в другом. Тора отвечает на вопросы, зачем жить и для чего жить. Наука отвечает на вопросы, из чего построен мир и как он развивался. Какие у мира есть законы. И в другом. В другом. В другом. Так же. Тора дадена в мире, который исследует наука. Тора дадено людям, которые живут в мире, которые исследуют науку. Зеарека для нахата и суташния – это бэкграунд, это слово для нашего второго положения, предположения о том, что есть связь между Торой и наукой. Давайте смотреть. Вера в единство, которое привнесла к людям юдаизм, говорит о том, что Всевышний присутствует во всем – и в Торе, и в науке. Поэтому обязательно должна быть божественная мысль, которая объединяет Тору и науку. Часть этой божественной воли нам раскрывается в Торе, другая часть – в науке. Воля Бога раскрывается через науку. Догма мерказит ли дгалут рацион на вора де рахамада и Тората эволюции. Центральный пример того, как воля Бога раскрывается через науку – это теория эволюции. Центральный пример. Каббалисты, мудрецы каббалы всегда описывали духовное развитие мира как постепенный процесс, перетекание буквально, развитие. Однако эта идея существовала только среди избранных, а простой народ привык думать, что мир вырвался буквально внезапно. Как написано в стихе, и сказал Всевышний, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Именно теория эволюции, которая приучила душу простонародья. Идея постепенного развития раскрыла возможность встречи простонародья с божественным, который раскрывается в природе и в истории. То есть через длительные и постепенные процессы. Это все без всякой связи к вопросу, правильно ли эта теория с научной точки зрения. Этот вопрос должен разбираться и оставаться уделом ученых. До сих, все понятно, не слишком скучно, нормально, все меня слышат. Теория эволюции. Теория эволюции. Беспрестрано, беспрестрано, постоянно подвергается нападкам со стороны религии. Критика, которая подвергается теории эволюции со стороны религии. Обычно основывается на двух основных посылок. Либо то, что теория эволюции противоречит некоторым стихам истории. Либо моральное положение о том, что не соответствует человеку, который венец творения происходить из обезьян. Беспрестрано, который венец творится в обезьян. И эти утверждения, они недостаточно сильны. Стихи Торы, в которых описывается сотворение мира, их не нужно учить по их простому пониманию, потому что принято, что в них есть тайна. А моральные утверждения тоже не могут выстоять перед критикой, потому что прах как источник человека, он ничуть не более величественный, чем происхождение человека из обезьян. Рав Кук проясняет, что основная причина, что истинная причина в противодействии теории эволюции, она в том, что люди не в состоянии принять идею, что Всевышний действует с помощью постепенного развития. Действительно, это Мирина. Это утверждение. Также на основании факта, что те же самые люди, которые не принимают теорию эволюции, они же не принимают любую идею развития, которое происходит с помощью естественного продвижения. И по той же самой причине, по их мнению, человечество должно быть избавлено процессом, который вдруг неожиданным процессом, а не постепенным. Здесь, конечно, у нас толстый намек на камушек в огород харидим, которые считают, что избавление не может быть постепенным. Оно обязано быть взрывным. Как вы сказали мне, это самое, питоми... Внезапным. Внезапным, да? Обязано быть внезапным. Ну что ж, пойдемте дальше. Порядок в раскрытии научных открытий, научных идей. Зот вывод, и от шьеш ли буре, кавана ли галот хелик мир цуно давка де рахамада. Это ищу. Так как Всевышний хочет нам раскрыть часть своей воли именно через развитие науки, то в порядке развития науки, в порядке появления научных открытий он происходит в прямой зависимости от этого божественного желания раскрыть нам часть своей воли через науки. Пример того, что мы говорим, как порядок раскрытия научных идей, он происходит по божественной воле и в соответствии с ней. Равкук приводит в одном из своих заметок. В ответе на письмо. Он говорит, что древний человек считал, что мир стоит... что он стоит на мире, который плоский и устойчивый. 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 Да, да. Именно так. Устойчивый. 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 Про дымной шаг. Все то время, пока не развилось постижение человеческое, которое разделяет между научной правдой и тем, что я чувствую своими чувствами. Кому хэн? Ба астрономия акдума. Мизудошен Клаудио Сталмай, который арец умет ба мерказа якум, ва якум савет свиво. Также в древней астрономии, которая еще идет от начала Клаудио Сталмая, земной шар, он находится в центре всего сущего. И вся вселенная, весь мир крутится вокруг земного шага. Ва шата зу, ая битуй, логу ехрах муда, лэхэшвуд шмияхэс ляацмо адам, ва кутуцами, ках афилософия асхолистит шелимея бинаэм, и имидет аадам ба мерказ тьмуната олам шена. Поэтому по этой теории не всегда осознанно, эта теория дала выражение не всегда осознанно, важности, которые дает для себя человек. Человек это важно. В результате чего схолостянская философия средних веков поставила человек в центре картины мира. Луи та инушут мегия бутат ткуфа ликвиута астрономио та хадашо, шалпин кадура арец мецтэрки гаргир авак ба якума адир мимадим, итак виязу вифатахат южбекерба, в южзэя мувиль дитна внуто адам, венешэфлуд мусорит. Если бы человечество знало в то время, узнало бы то, что говорит современная астрономия, что на основании современных взглядов земной шар на самом-то деле видится как песчинка в огромной вселенной, то это бы развило в человеке отчаяние, а это отчаяние привело бы его к итновнут, он бы засох, и к моральной низменности, спасибо, он бы увял, и это привело бы его к моральной низменности. Это факт. Был скрыт от глаз человека, человечества, с тем, чтобы чувство то того, что человек в центре мира, привело бы к тому, что человек взял бы ответственность моральную по отношению к всему созданному, к себе и ко всему миру. После нескольких сотен лет, что во время которых человечество развило в себе понятия морали и страха перед небом, страха перед Богом, которые происходят от такого мировоззрения, что человек, он венец творения, что человек, он в центре мира. Уже тогда можно было открыть бесконечность вселенной, открыть человеку, чтобы на основании этих идей уже установить другие моральные империативы, например, скромность. Районах дут Амадаит Микуроба монотеизм. Идея объединения, единства научного, его основа в монотеизме. Другая область, которая показывает нам на связь между Турой и Новкой, это стремление к единству. В Туре Моше существует основное базисное положение о том, что мир – это раскрытие единства, которое сокрыто. Как сказано, слушай, Израиль, Господь один. Медаь, конечно, не утверждает, что… Бог един – это общая формула, которая описывает все сущее. Но можно видеть, что есть в науке стремление прийти к какой-то физической теории одной, которая даст общее описание разным проявлениям. То, что называется «общая теория поля». В этой точке, где есть стремление к общему единству понятий, Тора и наука встречаются. Очень может быть, что часть научного развития напрямую была подвержена влиянию от Торы Моше. Например, в современной физике существует предположение, что физические законы верны в любом месте Вселенной. Это совершенно было неясно для греческих ученых. Возвращение, в основном, ухо, в основном, нахо, 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 нахо. По аристотелевской физике некоторые законы были верны для Земли, только для Земли. А по поводу колес, это аристотелевский термин, который относится к пути звезд, которые окружают Землю. Там есть другие законы. Когда спросили Альберта Эйнштейна, откуда он знает, откуда мы знаем, что есть шахидут, что такая единообразность закона во всех местах существует, он ответил, что мы в это верим. Это вера. Очень может быть. Можно предположить, что основа этой веры – это Тора Моше. Остановимся здесь. То есть, в общем-то, мы закончили на этом объяснение Равшарки, подытоживание Равшарки, всех подходов, которые есть к Тории науке и более широкое объяснение подхода Равкука. Равку говорит, какая связь с Торой науке, когда они говорят про разные совершенно, они отвечают на совершенно разные вопросы. Поэтому невозможно говорить ни о противоречии Торой науке, а также нельзя говорить о соответствии Торой науке. Тем не менее, порядок открытия, научных открытий законов, он нам тоже открывает божественного мира. И мы видим, что это открытие происходит в таком порядке, чтобы человечество могло продвигаться морально вперед, а не дай Бог, наоборот, не упасть в моральном смысле. Поэтому какие-то знания, которые сейчас нам вредны, мы их поэтому и не знаем, чтобы они нам не навредили. А когда они уже нам не вредны, а могут быть, наоборот, полезны, мы их открываем и узнаем. До сих. Здесь мы сделаем перерыв. И кто хочет как-то отнестись к слышному и к виденному, пожалуйста. А потом, как раз у нас остается несколько минут, я хочу, как я сказал в прошлый раз, что закончить как бы немножко личным, что такой подход, как Раф Кук его предлагает, как он как бы вот именно в моральном или вообще в мировозвеченном отношении на нас влияет, на меня, по крайней мере, я буду говорить про себя, а каждый уже сможет это примерить на то, как ему нравится. Итак, пожалуйста. Кто-то хочет отнестись к тому, что мы сегодня прочитали, выучили? Пожалуйста. Можно пару слов? Да, конечно. Ну, я, честно говоря, очень смущен всем этим. Я просто откровенно признаюсь. Вот. Я не знаю, что с этим делать. Может быть, вы мне подскажете. Но эта область, о которой вы говорите, и Раф Шерк, и Раф Кук, в общем-то, она относится, в общем, то, что объединяет и то, и другое чисто методологически, это сфера философская. Вы согласны со мной? Вот. И религию, и науку. Значит, эту методологию надо искать там. Если говорить об этом, значит, о философии, то Аристо – это совершенно уже не тот человек, который, значит, можно вопрошать, искать решение этих вопросов. Значит, вершина философии в этом отношении – это Кант. Это такая вершина, с которой можно обозревать и назад, и вперед, и во все стороны. Вот. Я не слышал упоминания о Канте ни у кого из этих авторов. Вот. Мне это как-то странно. Кроме того, что, если говорить об ученых, упомянул Эйнштейн, то Макс Планк написал конкретно совершенно работу, которая так и называется «Религия и наука». Это очень интересная статья. Всем советую ее посмотреть, у кого это интересует вопрос. Но вот из того, что говорилось, и вот этот вывод, который делается, это все, конечно, мне кажется, что это просто не выдерживает критики, потому что можно вот, если не основываться на этой методологии общефилософской, то можно спросить вообще, зачем надо было все так усложнять и почему евреи не открыли все вовремя, а надо было это давать Копернику и там Ньютону и так далее. Понимаете? Почему это должно было распространиться, значит, в каком-то мире, если Всевышний близок к народу Израиля? Почему он не дал ему, сказать, возвыситься над всеми другими народами? На этот вопрос прозвучало, я его сейчас повторю, но этот вопрос прозвучало. Продолжайте. Да, значит, если говорить вот для того, чтобы не быть голословными, не просто назвать имена, я просто скажу буквально два слова, из которых все становится ясно, понимаете? Так мне кажется, по крайней мере. Если я не буду говорить сейчас о планке, там более современный этап и другой немножко вот момент описывается, вот. Я об этом не буду говорить. А вот если просто взять то, что я сказал, что Кант вершина, то получается очень просто. У человека есть рассудок, у человека есть разум. Это совершенно две разные области. Рассудок – это вот то, что машина, то, что логически рассуждает, то, что считает. Это одна область, да? И вот оказывается, что этот рассудок сам по себе, он очень эффективен и полезен для того, чтобы человек осваивал мир, но он ограничен. В конце концов, он приходит в противоречии вплоть до того, что математически доказано, что такие системы, они ограничены. А после этого открывается другая область – разум, разум, сфера свободы, которая непосредственно уже связана, то есть, например, у Канта это связано, то есть это противоречие, называется антиномий. Он показывает, что у него есть такие утверждения в рассудке, которые приводят к каким-то дилеммам таким, которые не имеют… Можно доказать и то, и другое, что Всевышний есть, что его нет, и что есть мельчайшая частица, и нет этой мельчайшей частицы, что есть бесконечности, и нет бесконечности. То есть наша логика оказывается слабой в этом отношении, она очень эффективна в жизни, это то, чем занимается наука. А вот сфера разума, то есть сфера свободы, я не буду говорить, как он это обосновывает и на чем это основывается, это надо очень долго говорить. Она как раз занята сферой этики, эстетики, то есть там, где либо индивидуальный какой-то разум в сфере свободы создает, творит что-то такое, что мы чувственно, познаем интуитивно, можем постичь. Опять-таки там это действительно главное единство, это единство и то единство, но это разные единства. То есть единство рассудка – это одно, а единство разума – это гораздо более серьезная такая сфера уже. то есть это не просто формула, это сфера, которая позволяет человеку войти в то, что называется номинальный мир или мир, который находится как бы за пределами опыта. И из этого следуют законы, которые у человека есть внутри возможности, есть возможности мусора, он их может развить, а может не развить. От этого зависит, как будет поставлено дело. Но они есть. У него есть возможность рассуждений, суждений эстетических, которые основаны на единстве. У него есть возможность причинности телеологической, то есть причинность, которую он ставит впереди себя, а не которая идет сзади. То есть вот есть причина, а есть следствие. Есть наоборот, что человек составит цель, и это есть причина того, что он будет делать, понимаете? Из этого выясняются все эти возможные отношения науки и религии, так сказать, научным путем, если можно так сказать, философским путем. А вот такие вот отрывочные, например, то, что говорится об эволюции, на самом деле сам Дарвин написал, что это только гипотеза. Он совершенно не был уверен, и действительно это сложная вещь. И я могу привести очень простой пример, который сразу подрывает всю теорию эволюции. Например, система Менделеева, которая очень четко систематизирует, допустим, разные элементы. Это не значит, что один элемент произошел из другого. Каждый произошел как-то сам по себе. То есть есть ядерные реакции, но это совершенно другое. Это систематизация, это очень четкая последовательность по атомным весам и так далее, и так далее. Все там очень распределено. Но это нельзя сказать из-за того, что следующий элемент произошел из предыдущего. Поэтому то, что там говорить, что какая-то, конечно, эволюция есть. Так же, как же какая-то молекулярная эволюция, она может быть в каком-то отношении. Но то, что может быть из обезьяны человека, это невозможно, в принципе. Судя по этим возражениям. То есть есть обезьяна, есть человек. В общем, вы мне немножко как бы… Да, у меня просто вопрос такой. Вот почему или, значит, есть, может быть, где-то упоминаются эти авторы, по крайней мере, или эти углубления. То есть мне кажется, что пришло время подходить вот с позиции современных научных. Я не говорю уже, насколько далеко ушла философия, особенно последняя. Я не говорю о Махе, я не говорю там о Винарисе, я не говорю о многих-многих-многих, о феноменологии, об экстенциализме. Там тоже в теории познания есть определенный вклад, который намного усложняет всю картину. И, в общем-то, есть и религиозные направления, есть и нерелигиозные направления. Короче говоря, это очень сложный вопрос, который, мне кажется, если вы хотите… Людям, которые как-то вот сейчас уже более подготовлены в науках, я не уверен, что они этим занимаются, они это знают, больше узко специализируются, но рано или поздно это вызывает какие-то сомнения и сложности в смысле веры. Хотя, например, если с этой точки подойти, то есть я попробую, по крайней мере, это сам сделать, то Тора является настолько систематизированной, настолько выстроенной, что ничуть не хуже, чем теория относительности, понимаете? Но это надо рассматривать немножко другой уровень, подход. Тогда это все становится видным. То есть это совершенно потрясающая, глубочайшая интуиция в ней заложена, которая совершенно совпадает с общей методологией науки, философии. Это очень как бы далекий такой полет. Вот я надеюсь, что когда-нибудь… Я с вашего позволения вас перерыву. Да, пожалуйста. С вашего позволения вас перерыву. Давайте я попробую отнестись к тому, что вы сказали, по тому, что я услышал и понял, по порядку. Значит, смотрите. Ну, изучать Канта на одной ноге – это как это? Это не уважение к Канту. Учитывая, что я в нем лично разбираюсь мало, то это совсем-совсем не то. Мы начали разбирать очень простой вопрос. В Торе написано, что миру 6 тысяч лет очень четко, что мир создал Бог за 7 лет, а наука считает по-другому. За 7 дней. Да, я извиняюсь. За 7 дней. Наука считает по-другому. Что с этим делать? Теперь. Мы представили 6 подходов. По поводу каждого подхода есть серьезная библиотека, серьезная литография, большое количество книг, которые можно изучать. Серьезные, ну, не знаю там, серьезные книги были написаны по поводу того, что на основании научных данных мы опровергаем религию. Много томов, много литературы было написано. Много написано было литературы по поводу того, что наоборот все научные данные подтверждают и так далее. Мы сейчас здесь за несколько уроков привели, Рав Шаркин привел. Мы в основном изучали подход Рава Кука на всех материалах, которые я нашел, там, где он относится. Там, где он относится, он это делает в сжатой форме. Это не его основная тема. Человек, который можно развивать как тему, написать по поводу книгу или библиотеку. У Рав Кука отношение Торы и науки – это одна из нескольких тысяч вопросов, которые он поднимает. И абсолютно не основная. Поэтому, с тем, чтобы понять, что Рав Кук думает по этому вопросу, нам нужно было собрать материал. Я приложил работу, собрал все, что я нашел, и это более-менее все. Это мало материала. Мы его разобрали за десяток уроков. Тут, в общем-то, чтение на минут сорок, может быть, на час, на два часа чтения. И понимание на иврите, как бы точно написано, то же самое на русском. Мы это прошли, мы это разобрали, мы это обсудили. Рав Шарки принес, сделал не только Рав Кука, он Рав Кука положил в систему, какие есть подходы. У нас есть такие, 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 такие. Рав Шарки сам, он разбирается в философии, в отличие от меня, в Канте и так далее. Рав Кук, кстати, тоже. Я, к сожалению, к своему собственному, абсолютно нет. Поэтому я здесь ничем не могу помочь. Углубленность здесь мы тоже не можем это дело разбирать по соответствующим причинам. Но мы представили подход на фоне существующих подходов. Это то, что мы сделали, не больше, но не меньше. Значит, теперь вы попытались сказать, вы попытались сказать, что теория эволюции, она не верна с научной точки зрения. Подход Рав Кука к этому вопросу, он, это нам не интересно. То есть, вопрос о том, верна или не верна научная теория, решают ученые. На сегодня консенсус, он, что теория Дарвина, она верна. И более того, она уже не теория, она уже, в общем-то, это не гипотеза, потому что давно-давно теория очень хорошо доказывает. Конечно, как любая наука, как в любой научной области, есть люди, которые хотят ее как-то свергнуть, опровергнуть, свергнуть с педестала, опровергнуть, абсолютно нормальный научный процесс. Но Рав Кук здесь придерживается другого подхода, абсолютно принципиально другого. Он говорит, мы не суем ни в коем случае наш религиозный нос в научные вопросы, потому что начинает выглядеть смешно. Мы занимаемся религиозными вопросами, мы отвечаем на вопросы, а зачем нам это надо, как себя вести и как связываться с Богом. То есть, мы видим по текстам, это не написано прямым текстом, что Рав подвергает критике другие подходы. Когда я с религиозной точки зрения пытаюсь сказать, вот эта теория научная, верно или не верно, как вы видите, я даже не захожу с вами в обсуждение того, что вы сказали, вот у нас есть такое противоречие теории эволюции и другое. Это как бы этим я сам, да, занимался немножко, но опять-таки, чтобы серьезно сегодня заниматься в революции, нужно хорошо и серьезно учиться биологии. И серьезно и хорошо, это глубоко, это как вот, нельзя это опровергнуть постоянно одной ноге. Это серьезные научные дисциплины, смежные, их очень много, там абсолютно, там огромная куча знаний. Когда, не обладая в этом, как бы, компетенции, я начинаю опровергать, это очень смешно. Так же, как я буду сейчас разбираться какие-то, не изучив серьезно Кампе, я буду что-то по поводу говорить. Это не серьезно. Хорошо, я понял. Это подход Раба, есть огромная куча Равина, которые с ним не согласны, которые говорят, что Тора и наука, они соответствуют друг другу по двум системам, которые Раф Ширке привел. Или потому, что вы сказали, что теория эволюции, она не верна, а правильно, как написано в Торе. А если те, кто говорит наоборот, теория эволюции, она верна, Тора с ней согласна. Раф Кук принципиально не согласен с обоими и со всеми четырьмя. Этими подходами, это другой подход. Вы можете быть с ним согласны или не согласны. Есть, как бы, у нас иудаизм большой, можно выбирать. Все эти подходы нелегитимные. Моя здесь цель, это представить подход Раф Кука. На каждый подход, у нас, понятное дело, будут какие-то противоречия и сложности. Так что, как бы, вот... Я понял, что... Одну минутку, можно я отвечу? Можно я отвечу? Да, или можно, только у меня к вам просьба. Постарайтесь коротко. Очень, очень коротко. То, что я сказал о теории эволюции, я просто говорю о том, что необходимо... Я, во-первых, ее не опровергаю. Я говорю о некоторой ее проблеме, которые, конечно, решаются и имеют какой-то другой подход. Это, вовсе, я о ней заговорил просто потому, что необходимо знать... То есть, если говорить о возможности сопоставления, надо знать и то, и другое, и третье философию достаточно хорошо. Все, я об этом все сказал. Что касается, допустим, вообще сравнения, да, для того, чтобы выяснить, когда и как мы должны относиться, чтобы сказать, мы продвигались в нашей вере. Вот, опять-таки, здесь требуется более какой-то зрелый подход, мне кажется. То есть, например, то, что вы говорите о Семи днях творения, время в Танахе и время научное, совершенно разные вещи, абсолютно. И то, что используется... Подождите одну минутку, мне дали два слова. И то, что используется в Торе исторический нарратив, только как будто бы рассказывается история. Это никакая не история реальная, она не имеет никакого отношения почти к реальной истории. Историки могут из-за того, что хотят извлекать, но в религиозном смысле это есть некая парадигма, которая приводит к определенным нравственным законам, нравственному поведению и значимому очень, и очень важному. И это... Если к этому подходить, то нужно искать то, например, в таком плане, например, что вот... Например, то, что у Канта есть категорический императив, то откровение, оно есть фактически заданный всевышским категорический императив. То есть, что такое категорический императив? То есть, закон, который годится для всех, который... И это то, что написано в Торе, что вот вам закон, не просто закон, а то, чем вы будете жить. То есть, это истина. Истинный закон, который мы получили именно так. Вот здесь можно уже сравнивать, понимаете? То есть, Кант говорит о том, что индивидуально человек размышляет и ищет этот закон нравственный, как нам жить. А мы говорим, что мы уже получили этот закон, и мы стараемся его просто понять, усвоить его. Вот. Это, значит, по крайней мере, то, что касается философии. Отлично, имею в виду. Но это было сказано. Это было сказано на нашем уровне. Я понимаю. Это было, безусловно, сказано. Ну да, но то есть... На предыдущем странице он говорил, что Тора, это безусловно. Она говорит нам про моральные вещи, а не про то, сколько лет миру физиологически, с диалогической точки зрения, это, безусловно, было сказано. Это так же, как свет и тень образуются. Из этого света мы понимаем, что то, что все находится, допустим, в тени в данном случае, это есть вот эта рациональная наука, которая совершенно никак, как бы, кроме того, что она, значит, ставит какой-то раздел, она никак напрямую, значит, не переводится. У меня есть свое единство, вот, а у разума есть свое единство. Понимаете, это я не буду сейчас термины умные вводить, просто я это вот в двух словах говорю. То есть я просто ничего не отвергаю, ничего не говорю, я просто говорю, что, как бы, желательно, как бы, это все приводить в соответствие с каким... У вас проблемы сейчас как-то со связями, или поздними, да? Вас не слышно, Эмиль? Я уже все сказал. Смотрите, больше, больше, больше... Меня что-то спросили, я ответил. ...того, что вы сказали, насколько я понимаю, это было сказано. Единственное, что у меня к этому есть некоторое замечание. Безусловно, то, что Раф сказал, что, как бы, Тора занимается моралью и связью с Богом, а не тем, как устроен мир, это да. Но подход, что Тора – это не исторический документ, я тоже абсолютно не верю. Мы сказали, что это не исторический документ по отношению к рассказу Торы о создании мира. А то, что Тора рассказывает, что евреи вышли из Египта, это абсолютно исторический факт. Или получили Тору на горе Синай. Это не метафизический где-то там это самое. Это гипотеза, а это пока на уровне гипотезы. Это не доказано. Нет, секундочку. И это не нужно доказать, вы понимаете, это не нужно доказать, потому что это имеет значение архетипическое. То есть это совершенно другая система. Это безусловно имеет архетипическое значение. Да, то есть не Тору нельзя доказать наукой. Совершенно. И бесполезно это делать. Потому что Тора, в смысле, именно в таком плане, да, ее можно доказать, то есть через углубленное философское понимание. Но сами факты, которые описывают, был ли Моше или не был Моше, было ли откровение в таком вот физическом понимании историческом, или не было его, развегалось ли море или не развегалось ли море. Это совершенно другой плоскости рассматривается. То есть это совершенно не связано с физическими явлениями. Даже когда это объясняется физически, допустим, что подул ветер и так далее, это тоже совершенно другой смысл все имеет. Понимаете? Здесь я, к сожалению, с вами не соглашусь, причем абсолютно. Да. Такой подход всю Тору взять как аллегорию. Это не аллегория. Я не сказал, что это аллегория. Извините. Аллегория-то совершенно другая. Есть еще и метафоры, есть разные способы сопоставления. Понимаете? Это не аллегория, что вот это обозначает это. Это не аналогия, не символика. Нет. Это не символика. Это другая система координат. Понимаете? Другая система координат, другие измерения, которые выражаются с помощью исторического рассказа. Но тем не менее, когда у нас 80% наших святых писаний говорит о тех войнах, которые евреи вели, это, во-первых, войны, которые евреи вели. А после этого это все, что вы говорите. Там, где этот отрыв он полностью, это в рассказе о сотворении мира. Там действительно его нельзя понять. Там нет простого понимания. Во всей остальной Торе у нас принцип. Нет понимания Торы без простого понимания. Мы не можем оторвать простое понимание Пшат. И Пшат – это вот история. Да, Авраам встал и Авраам пошел. Евреи вышли из Египта. Я сейчас не говорю, это можно или нельзя доказать, что евреи жили в земле Израиля. Это как бы Тора в этом смысле, это историческое повествование нам рассказывает. Она, безусловно, часть фактов нам не говорит. Есть большие войны, которые мы знаем исторически, которые в Танахе не упоминаются. И наоборот. Где-то Тора делает зум-ин, где-то делает зум-аут. Но, безусловно, в Торе, кроме рассказа о сотворении мира, у нас есть это историческое повествование. Это именно, которое нас приводит к вере о том, то, что мы сегодня говорили на уроке, что Бог – это князь истории. Что история наша физическая, как и человечество, она тоже божественна. Это один из выводов чтения Танаха. Так что, как бы, если совсем это оторвать, не верно. Я приведу только самый простой пример. Давайте я просто приведу самый простой пример. Возьмем роман Тургенева. Был Базаров или не было? Был там Кирсанов или его не было? Ну хорошо. Вы не задаете себе вопрос, нужно это вам знать или не нужно это знать. Правильно? Вы говорите о соотношениях, о том, что, да, действительно, что-то подобное. Был прототип, допустим. Если мы возьмем «Война и мир», то тоже. Там, как бы, есть реальные герои. Было ли это так исторически точно или не точно? Поэтому роман не измеряется. Возможно, что-то он неверно указал, что-то он действительно верно указал. Но у него, у Толстого, был свой замысел, своя идея. Он его выразил. И мы смотрим на это, как произведение искусства, а не на как исторический роман. То же самое совершенно и Тара. То есть мы не смотрим на это, как на историческое повествование. Понимаете? А то, что история действительно, это уже другой совершенно ход. Мы здесь изучаем Рава Кука, а не вашу точку зрения. Извините, Митя. Я не об этом говорю. Если вам не интересна точка зрения Рава Кука, я не понимаю, почему вы это... Это относится к точке зрения Рава Кука в том смысле, что... Рава Кук такого никогда не говорил. Ну, это другой разговор. То, что он не говорил, но мы должны говорить, я считаю. Секундочку, секундочку, секундочку. Ну, сколько нужно. Я хотела узнать ваше точку зрения, Натана, а не Эмиля. Извините. Пожалуйста. Я все. Я умолкаю. Я все сказал. Подход Торы, он все-таки в том, что Всевышний свою волю реализует в мире через материальные процессы, через историю. Мы евреи, и мы не идея. Мы, конечно, идея. Но мы народ, который ходит по земле, работает. И наша история записана в Танахе. И это божественная история. Это там, конечно, есть замысел. Вот замысел Бога, в отличие от романа, он воплощен в реальность. Хорошо. Нехама, кто-то еще хочет отнестись к сказанному? Нет, я хотела уже вас послушать. Хватит. Нет. Значит, давайте я скажу тогда как бы свое. Смотрите, я действительно, долгие годы как бы я вот кормился, как вот принято, от подхода, что Тора и наука, они там соответствуют друг другу, их можно сравнивать. И то, что написано в Торе, там наука подтверждает, или наоборот, Тора согласна с тем, что говорит наука. Ну, и это нас приводит вот именно в душевном плане, как ты смотришь на мир в очень состоянии, в очень нехорошем. Во-первых, ты, допустим, додавайте о том, теорию эволюции. Ты реально боишься. Ты себя останавливаешь. Служить какие-то серьезные лекции, вообще просвещаться. В каких-то таких вот научных вопросах, где тебя как бы вот... Теперь давайте вот мы сказали, есть соответствие. То есть у нас получается такая математика. Несколько тысяч лет это соответствие было, но оно было видно, как... Ну, как бы, его как бы нельзя было увидеть, потому что наука еще не была достаточно развита. Все время люди жили и думали, что Тора и наука, они противоречат друг другу. Только вот последние 20 лет мы раскрыли в науке, как там все правильно, и увидели, опа, это на самом деле подходит. А если через 10 лет назад, не дай бог, откроют что-то новое, нам нужно будет все опять переиначевать. Эта ситуация тебя держит в очень сильном напряжении и страхе. Это не лучшие помощники. То есть я как бы вот про себя могу сказать, что я вот серьезные лекции по поводу теории эволюции, я прослушаю вот буквально в последние несколько лет. Просто вот для развития как бы общей эрудиции науки, что и как происходит. До того у меня был Хасам, экранчик такой. Как бы, ну вот тебе вроде доказали, что соответствуют там Тора и наука, все хорошо, как бы, не лезь. У тебя там сидит как бы сзади. Тора тебе очень важна. С моральной в основном точки зрения. Ты сейчас что-то будешь слишком копаться в такие области науки, и окажется, что то, что тебе тут доказали, это все стоит не очень сильно. А ты не готов отказаться от того. И тогда что? Тогда у тебя проблема. Ты как бы не углубляешься сильно в эти области. Вот был такой, до возвращения в Чулу, такой любознательный мальчик. Он интересовался очень наукой. И вообще все знания, которое было, он его как-то впитывал как губки. Он стал религиозным. И он стал такой, как это на иврите, мируба, он стал квадратненький. Есть какие-то вещи, которые он держит. А есть какие-то вещи, от которых он обходит. И вот этот вот страх, и это вот расстояние, это нехорошее, это неположительное влияние на душу. Может быть, оно нужно на какое-то время для начала. Но в общем, это отрицательная вещь. Я тут приведу тоже еще раз Шарке. Он говорит, мы пришли к очень нехорошему состоянию, когда мудрецы, наука, развитые люди смотрят на богобоязненность и говорят, так выглядит богобоязненность, мы туда не хотим. А богобоязненные смотрят на мудрых, говорят, так выглядят мудрые, мы туда тоже не хотим. И это ситуация, когда нужно плакать, а не смеяться. Это плохая ситуация. Рав Кук предлагает подход. Надо. Когда нам не нужно постоянно с каждым новым открытием искать, а как же Тора подходит здесь к науке или наоборот. Мы спокойно тогда, возможно, вздохнуть спокойно, и спокойно учить науку, и спокойно радоваться, и видеть божественные проявления в науке. Как бог нам раскрывается через науку, как не жить в постоянном напряге, а от нового открытия, которое откроют завтра. Наоборот. Обратите внимание на общий подход Рав Кука к знанию, к развитию. Он очень положительный, эмпатичный подход. В отличие от общерелигиозного. Это большой плюс, который тебе дает вкус. Ты можешь расслабиться, ты можешь спокойно, и наоборот, это дает уровень веры, который выше. Это я сейчас тоже расскажу про себя немножко. Ты можешь спросить? Получается так, что если завтра окажется, что на самом деле наука перепутала насчет большого взрыва, и мир был как он, то есть всегда существовал. Мне такое бы совершенно безразлично понять, что на данном этапе мне нужно некоторое представление о вечности углубить свои для человечества. Например, я чудо-то так и примерное говорю. Я понимаю, что для воздействия на человечество в данный момент такой подход может быть более позитивным. А там дальше мы смотрим, чего должно он мне учить. Как вы хотите сказать? Смотрите, вы изнародили конкретно вопрос о бесконечности мира или о сотворении. Это как пример только исключительно. Вот пример мне не нравится. В общем, да. А пример не хороший, потому что мы считаем, что мир, он создан, и с моральной точки зрения это правильно. Но есть интересный урок Рафшерки, который на самом-то деле говорит, что принципиально нет большой разницы между идеей о том, что мир создан и мир. Это Рамбак даже пишет. Или мир вечен на том основании, что мир создан, потому что во время создания мира было создано время, а до создания времени и мира не было до. Так что разница между тем, мир вечен или мир создан, она становится семантической. Но как бы тем не менее, простое понимание на сегодня, да, что мир, он таки создан. И это нам важно с моральной точки зрения. Может быть, действительно, вечный мир в какой-то момент нам будет с моральной точки зрения положительнее и лучше. Вот то, что я сказал. Да, можно. Да, именно так. А, что я хотел? А, как бы я хотел... То есть... Ну, не будем уже все слишком. Я, в общем-то, сказал свой личный подход, и у меня была как бы просто вот именно такая сильная злость. Такая вот как бы... Хорошо. Может быть, такой подход, но когда тебе его продают как единственно верный, и ты из-за этого, в общем-то, много лет от себя отрезаешь какие-то серьезные пласты общего как бы познания, это очень плохо. Это как бы то, что я хотел как бы сказать уже свое личное как бы... Личный подход, личное участие и так далее. Что лично я вот как бы вот спокойно стал относиться к вопросу там, да, теория эволюции, или нет теории эволюции. Нам это с научной точки зрения, то есть абсолютно не важно. То есть если теория эволюции, к которой Равкук очень поплорытно относится, завтра с научной точки зрения кажется абсолютно неверной, нам это никак на нас не повлияет, потому что в общем-то здесь я согласен с Эмилем, Тора и наука не говорит. Тора не занимается наукой в этом смысле. Несмотря на то, что истории, да. Тора, безусловно, не занимается наукой. Есть, есть для нас другой совершенно посыл, и она отвечает на другие вопросы. Тем не менее, вы все-таки сказали, что в конечном итоге это все где-то должно сойтись. И вы показали, где? Вы показали, где? Что общее развитие идей, как оно влияет морально на человека, и в каком порядке они открываются, на опять-таки их морально, и Боже понимать, и как бы по отношению к нашему с Богом, соотношению, как эти идеи, они тоже меняются, как, допустим, отношение к Богу, как владыке отношения к Богу, как к отцу, к мужу, и так далее, к милосердному отцу, они тоже влияются, они тоже изменяются. И это тоже, в том числе, коррелирует с развитием и науки, и того, как человек себя видит в центре мира или сбоку, и так далее. Большое спасибо, мы перегнули сегодня немножко, но мы закончили нашу серию, и все. На следующем уроке мы возвращаемся к уроту тшува, нам нужно закончить книгу, мы давно уже, несколько лет, по-моему, начали, мы ее оставили, наш курс до сих пор называется урота тшува, нам нужно вернуться. Мы очень много Равкука выучили по ходу, в том числе подход к торе и науке. Надо возвращаться к нашей теме. Большое всем спасибо. Спасибо. Извините, если я погорячился. Я просто хотел сказать, что я ожидаю, вас не слышно имеем. Это уже какой-то такой уровень, который бы... Вас не слышно имеем. Я жду, когда будет такой уровень. Почему не слышно? У меня все включено. У вас включено, но без вайта. Пропадает иногда звук, это, видимо, непостоянная связь интернета. У меня, наверное, я извиняюсь, я просто нахожусь в больнице и пользуюсь, значит, этим Wi-Fi, который тут есть. Возможно, твоя связь иногда пропадает, и вас по предложению слышно помню. Да, ну, вы поняли, что я, как бы, вы поняли из моих разговоров, куда я, так сказать, копаю. Вот. Не слышно? У меня с этим очень простая проблема. Раф Кук знал на хорошем уровне философию своего времени, а я нет. Это моя проблема. Это не к вам проблема, совершенно не к вам, я вас ни в чем не упрекаю, ради бога. Я просто имею в виду в целом общий контекст. То есть, действительно, Тора, в конце концов, занимается спасением, на самом деле, если мы будем говорить уже откровенно. То есть, эта система построена как бы в расчете на то, чтобы спасаться. А наука, она дает какие-то инструменты, может быть, для этого спасения, но она непосредственно этими духовными вещами, конечно, не занимается. Это было сказано. Я не бросил у нас сегодня в чат, обычно я это делаю, я не бросил сегодня ссылку на наш документик. Я сейчас это брошу, и у нас там все наши уроки. Вот. Как бы, потому что сегодня у нас заключительный урок, по нему, как бы, много, сам по себе он как бы не имеет много смысла, потому что мы выучили все, что у Равкука есть по этому поводу, и уже завершающий урок. Соответственно, было бы интересно посмотреть, действительно, все уроки, все тексты, которые мы нашли, у нас есть там где-то порядка 9-10 источников, только у Равкука, и вот в конце 8, я его себе насчитал, вот сейчас посмотрел, и в конце вот урок Равшинки. Большое всем спасибо, до свидания, и до встречи. До свидания, до встречи. До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова